В Камрате прошел семинар на тему борьба с дезинформацией и улучшения понимания Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия. Семинар был организован Национальным институтом женщин Молдовы равноправия для сотрудников Камратской полиции. В ходе семинара были затронуты такие аспекты, как дезинформация и борьба с ней, а также много говорилось о Стамбульской конвенции, ратифицированной Молдовой. Организаторы мероприятия пояснили, что цель семинара – донести до общественности главные моменты данной конвенции. Мы сегодня провели очень интересный семинар для сотрудников полиции. Это наш не первый семинар. Мы благодарны им за сотрудничество с нами. Наш проект называется «Борьба с дезинформацией и улучшением понимания Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием, насилием над женщинами и домашним насилием». Цель нашего проекта – это улучшение понимания нашего законодательства о насилии, улучшение понимания Конвенции. Сейчас очень много дезинформации о Стамбульской конвенции и в прессе, и среди публичных людей. К сожалению, это есть. В первую очередь нам бы хотелось знать, что жители нашей страны знают, что данная конвенция направлена именно на борьбу с насилием, на предотвращение насилия в целом. В первую очередь наш проект нацелен на южный регион. Мы проводим в Камерате, в Вулканишнах планируем, планируем провести в Чедерлунге по всем крупным городам Гагаузии. Начальник представительства Офиса Народного адвоката в Камрате Светлана Миронова очень доступна. На примере своей презентации рассказала сотрудникам полиции о том, что именно на них лежит большая ответственность за правонарушения и за правопорядок, так как полиция является публичным учреждением, предназначенным для защиты прав и основных свобод человека. «Следуйте трем основным принципам – уважение к себе, уважение к другим и ответственность за все ваши действия», – сказал еще Далай-Лам. Если так проанализировать то, что у нас творится сегодня в стране, я думаю, что можно увидеть некоторый дефицит ответственности за все наши действия. Почему? Потому что нам легче, как правило, скинуть на кого-то, кто придет и сделает это все на вас. Естественно, что если будет работать это золотое правило этики, уважая себя, или относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, я думаю, что чуть меньше, наверное, будет проблем. Я предлагаю, чтобы вы вспомнили несколько, скажем так, ассоциаций, может быть, назвали. Какие ассоциации возникают при слове «насилие»? Просто, какие слова пришли в голову, когда вы слышите слово «насилие»? Унижение, уведенность. Унижение. Еще? Боль. Боль. Страдание. Боль, страдание. Растерянность. В принципе, давайте не будем обязательно говорить о, не, скажем так, концентрируйтесь на насилии в семье, вообще насилие в целом. Практически оно… Какие-то действия неправильные, да? Какие-то действия, которые мы оцениваем как неправильные. Беднота. Беднота, абсолютно правильно. Почему? Потому что… Не считав, буквально вчера, но действительно, сегодня наши люди живут в очень непростой ситуации, прекрасно понимаем. Вчера звонил на радио пожилой мужчина, который ухаживает за своей женой, онкобольной. Они живут вместе на пособие, скорее всего, это пособие, это не пенсия, судя по размеру, 1450 на двоих. То есть, явно понятно, что эта семья выжить на такие средства не может. То есть, и они расценивают отношение государства к ним тоже как насилие. Почему? Потому что недостаточно тех ресурсов, которые государство предоставляет. Ну да, 700 лей в холодный период года. Насколько они решат ту или иную проблему. Рабство тоже. Рабство, абсолютно. Кстати, открою маленький секрет, просто к тему, скажем так, холод, голод и так далее. Действительно, тоже расценивается как насилие, но лесхоз наш, намратский, получил указание вырубить где-то около 9000 складометров, чтобы это было достаточно для нуждающихся, но обратите внимание, что у нас вообще ничего не останется. Просто, к слову. Поэтому, если говорить о насилии, да, что можно? Что можно назвать здесь? Обидные насмешки, словесное оскорбление, сарказм, ну-ну, как мы обычно сопровождаем. В отношении особо активных частенько можно слышать слово «ну что, патриот?». И дальше идет сопровождение какого рода. Кто пашет, на том и пашут. Как правило, это в рабочей сфере обычно встречается. Бесцеремонное поведение, шлепки ребенку, драки, грабеж, воровство, карманные кражи, вандализм. Это все, в принципе, можно расценить как насилие. Ну и не называя, просто вспомните несколько ситуаций, когда кто-то применял насилие против вас, вы применяли насилие против других, либо когда вы становились свидетелем насилия, но не вмешивались. Просто вспомните. Я думаю, что в жизни каждого человека были все три направления. Чаще всего мы не вмешиваемся, когда мы становимся свидетелем насилия. Почему? Потому что начинается... Нет времени, получишь по шапке. Я один, их много. Затаскаю. И да, придется, придется несколько раз ходить в полицию, давать объяснения и все остальное. Я, когда с сотрудниками ОВД мы рассуждали, что если остановиться и позвонить по номеру 112, то приходится выслушать кучу вопросов. Естественно, что потом в обязательном порядке нужно будет явиться в отделение полиции. У меня такая ситуация была несколько лет назад. Почему, скажем так, негодую на время, сколько тянется вот этот весь интервью. Несколько лет назад еще была Фидеска у нас когда, в кула-то станции. На ступеньках стояла девочка. Ну, девочке на вид лет 13 максимум. Она попрошайничала, но у нее явно на щеке был след укуса. То есть синяк, ну, как будто укусили ее. Я попыталась ее тогда спросить, что с ней случилось. Она попыталась убежать. Пока я набрала 112, пока оттуда пришел ответ, естественно, этой девочке уже близкой не было. Вот откуда она, кто она, почему она была с этими синяками, естественно, осталась теперь секретами. Поэтому, конечно же, думаю, что в этой ситуации нужно действовать как можно быстрее. Мы применяем насилие против других когда? Понятно, что по вашей основной работе, с одной стороны. А с другой стороны, как правило, человек применяет насилие тогда, когда он чувствует, что он сильнее. По различным, скажем так, мотивам. Он сильнее эмоционально, он сильнее физически, он сильнее по должности. Когда все можно. Тоже не совсем, скажем так, из области семьи. Ну, буквально, тоже вчерашний вопрос. Человек вышел буквально на 15 минут с работы. Почему? Потому что матери стало плохо, нужно было срочно взять лекарство. Этому человеку пришлось писать объяснительную и чуть не получил выговор. Только из-за того, что начальник посчитал, что его унизили, не попросив разрешения выйти. То есть, эти ситуации в нашей жизни частенько случаются. Совет Европы назвал домашнее насилие основной причиной смерти инвалидности женщин в возрасте от 16 до 44 лет. От домашнего насилия погибают и теряют свое здоровье больше женщин, чем от рака и дорожно-транспортных происшествий. Конечно, сегодня насилие является одной из самых острых распространенных социальных проблем. Почему? Потому что наносится вред. Как материальный, так и моральный. И мы говорим прежде всего о том, что нарушаются права свободы другого человека. Ключевое правило. Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого. Естественно, что нам необходимо найти все возможности, использовать все возможности для того, чтобы насилие не повторялось. Почему здесь эта фотография? Потому что мы очень часто, к сожалению, в последнее время говорим и о насилии над детьми. Вы хорошо знаете ситуацию о том, что в Республике Молдова с 2007 года еще работает система по программу, так называемому реформированию. У нас, к сожалению, очень многие слова вроде бы хорошие получили негативный оттенок. Оптимизация. Работа, по сравнению правительства, по оптимизации учреждений интернатного типа, в результате которого просто-напросто были закрыты интернаты, вспомогательные школы. Допустим, у нас Кангас, Кортин на сегодняшний день уже не работают. Конвенция Совета Европы по уменьшению предотвращению семейного насилия и насилия против женщин дает следующее определение. Семейное насилие содержит все типы насилия – физическое, сексуальное, психологическое, экономическое, которые имеют место в семье, дома, между супругами, партнерами, настоящими или бывшими, вне зависимости от того, проживает или проживал ли агрессор вместе с жертвой. Дело в том, что в последнее время все эксперты отмечают, что жертвы домашнего насилия попадают в ситуацию так называемого Стокгольмского синдрома. Что это за синдром? Синдром от слова Стокгольм. Дело в том, что некоторое время назад именно в Стокгольме случилось ограбление банка, где грабители долгое время удерживали жертв в подчиненном положении. После того, когда жертвы были освобождены, жертвы стали задавать вопросы – а что с этим грабителем? А мы за него переживаем. Почему? Потому что произошло отождествление практически полное. То есть жертва эмоционально сопереживала своему агрессору. И это проявляется в такой интересной поговорке – крайняя степень зависимости от агрессора. Без ошейника шея мерзнет. То есть жертва всегда хочет дальше уже быть в состоянии насилия. Это проблема в чем, скажем так? Почему она возникает? Потому что не видит, каким образом выйти из этой ситуации раз. А во-вторых, большому сожалению, дети, если есть они в этой семье, они полностью усваивают эти образцы поведения. Ну, вы слышали, например, такую фразу, что если вы хотите посмотреть, какой будет ваша жена через 20 лет, посмотрите сегодня на ее мать. Или наоборот. Хотите посмотреть, какой будет муж, посмотрите на его отца. Почему? Потому что вот здесь, на этом уровне психологическом мы перенимаем именно то, что мы видим. Поэтому практически эти дети очень сильно рискуют в будущем оказаться тоже в ситуации насилия в семье. Поэтому для того, чтобы разобраться, есть ли вот такая вот зависимость, на что вы должны будете обращать внимание. Когда вы будете поработать с жертвами насилия в семье, вы должны оценить, какую опасность. Истории жестокого обращения. То есть как часто, как давно. Частота тяжест телесных повреждений. Применение оружия. Насилие угрожающей жизни. Употребление наркотиков обидчиком. Агрессивное поведение обидчика. Агрессивное проявление ревности со стороны обидчика. Способы контроля. Жестокое обращение с детьми. Период развода, раздельного проживания. Конфликт из-за детей. Угрозы покончить жизнь самоубийством. И стратегии сопротивления. А алкоголь? Алкоголь в том числе. Скажи так, что я у вас летом, по-моему, была, и когда я увидела одного из агрессоров, признанных агрессоров, и я его знаю как чуть ли не божьего дедуванчика. То есть я его знала как спокойного, который мухи не обидит, тем не менее... Закалит камеру. Ну, примерно так, как оказалось. Поэтому, естественно, что... Ну, к большому сожалению, сегодня это случается практически во всех семьях. Независимо от финансовой составляющей, независимо от должностного положения. Практически везде и со всеми. Нужно понять, почему жертва отказывается давать показания. Почему? Потому что женщину... Во-первых, нужно завоевать, конечно, женщину. Давайте будем говорить «жертва». Но чаще всего, конечно, это женщина. Значит... Конечно, нужно, чтобы жертва почувствовала нашу с вами поддержку. И при этом нужно иметь в виду, что не все пострадавшие избегают давать показания. Иногда мы гораздо лучше запоминаем тех, кто не хотел давать показания или всеми силами избегал тех, чтобы показания-то дать. К причинам отказа от показаний относится страх мести со стороны виновника насилия, особенно если он применяет угрозы, нежелание снова встречаться с обидчиком в суде, чувство стыда, желание забыть происшедшее, замкнутый склонность к резко противоположным эмоциям и другие симптомы травмы. Модератором семинара был продемонстрирован видеоролик «Бьет, значит любит», где семейное насилие сказывалось и на ребенке, который становился невольным свидетелем отношений своих родителей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Строго определенное количество Допустим, картошки, лука Для того, чтобы сварить борщ Не дай бог больше Он требовал чеки Буквально за каждый товар Который был куплен в семье И если что не так То жене приходилось Несладко Дело в том, что Если мы говорим, допустим, о психологическом Насилие, его еще можно выявить Через работу Службы психологов С которой, правда, пока у нас есть проблема Почему? Потому что закон о психологах Вообще еще не принят Но разработан, по крайней мере, его проект Не знаю, когда будет обсуждение Почему? Потому что психологи на сегодняшний день Используют те психологи, которые работают у нас Используют разные методики А в принципе это должно быть примерно одинаково Во всех районах для того, чтобы Позволить выявить Вот те самые виды насилия Если мы будем говорить О нормативах Конечно же Право на свободу личной непрекосновенности Ненарушимая Это Конституция 25-я статья И, если согласно того ролика Конвенция о правах ребенка Буквально сейчас, 20 ноября Будет Международный день прав ребенка И знаете Первоначально как-то вот раньше думалось о том Ну, о каких правах ребенка можно еще говорить Вроде бы у наших детей все есть И наши дети даже очень хорошо знают права И очень часто уже даже такое ощущение у родителей Что они злоупотребляют этими своими правами Почему? Потому что Произошел некоторый перекос в сторону обучения Только правам без напоминания об обязанностях Поэтому наша с вами задача Напоминать постоянно Что это все рука об рукой идет Значит И Оказалось Что у нас сегодня дети действительно Как женщины, так и дети Почему и Конвенция Стамбульская была Принята, ратифицирована Что они действительно находятся в тяжелом положении Вы знаете Чисто говоря, из своего опыта Была очень сильно шокирована Когда Впервые Когда узнала о том, что у нас есть уже взрослые люди Которые до сих пор не имеют свидетельства о рождении То есть Юридически их нет Когда узнала о том, что у нас есть Маугли Я имею ввиду детей, которые воспитываются в Атаре с овцами Это тоже есть Причем на территории Гагаузии Это периодически случается Да, приезжают сюда Не только приезжают Да, в том числе В том числе Когда, скажем так Когда ты понимаешь Что действительно еще очень большое количество детей Не имеет реального доступа Ни к образованию Почему? Потому что нечего одеть Нечего поесть Просто Ну и многие-многие другие проблемы То есть это еще есть И столько, сколько это будет Необходимо будет проводить работу По защите прав наших Всех граждан общества Поэтому сегодня Насилие в семье не только самостоятельный вид Но и основной источник всех других Разновидностей насилия Почему? Потому что Ну давайте прямо скажем Насилие порождает насилие То есть Если на работе Образно говоря Получили нагонять начальника Пришли Скажем так Несколько Озлобленные Домой Кто страдает Тот, кто Слабее Ребенку подзатыльник Жене Замечание Ну или наоборот Мужу Что-нибудь обидное В отношении жертвы Каким образом менялось законодательство Сегодня Жертвой Фактически Может явиться Любой Если мы первоначально В первой версии закона Говорили о том Что жертва Это обязательно тот Кто проживает вместе с агрессором Сегодня это уже В том числе И раздельное проживание Если говорить О Насилии в отношении женщин Смотрите Согласно Кстати Сразу говорю Стамбульской конвенции Сегодня были Заменены Некоторые понятия Используется Понятие Гендера То есть Акты насилия По гендерному признаку Что значит Акты насилия По гендерному признаку То есть Жертва Становится жертвой Только потому Что Она определенного пола Как правило Это женщин Прочитал статистику Просто Напросто Статистику Даже не нашу Нашу вообще Сейчас не буду трогать Вы ее лучше меня знаете Статистику В том числе Европейского союза Где выясняется Согласно Этим данным Что каждая Третья женщина То есть Это очень много Каждая третья женщина Минимум раз в жизни Испытывала насилие Если первоначально Наши сотрудники Воспринимали Тему насилия Вообще Как что-то странное Очень странное И очень Скажем так Не наше И имеется ввиду Что У нас насилия нет Почему? Потому что Бьет Значит любит Вот примерно так Обычно у нас рассуждали Да Да Потому что Раз ревнует Значит точно Проявляет Какие-то чувства На самом деле К сожалению Мы имеем На сегодняшний день Уже достаточно Большое количество Выигранных дел В Европейском суде По правам человека Против Молдовы Именно из-за того Что Молдова Вовремя не приняла Меры По предотвращению Насилия в семье И к большому сожалению В том числе На нашей территории Доходит иногда До летальных исходов В отношении агрессоров Это тот Кто совершает Акты насилия в семье В брачном сожительстве Сегодня впервые Скажем так Не впервые Но по крайней мере Начали развиваться Услуги По Предотвращению Повторного Акта насилия Со стороны агрессора Напомню Что Агрессоры Сегодня Должны пройти Специальный Психологический Тренинг И кроме Дроки Потому что был Единственный центр Для агрессоров Только в Дроки Сегодня таких Центров Недостаточно Конечно По всей Молдове Но четыре уже То есть чуть побольше Кто призван Кто призван заниматься То есть не только вы Кто занимается В республике Молдова Пресечением насилия Центральные отраслевые органы То есть это Министерство здравоохранения Министерство труда Министерство образования Министерство внутренних дел Министерство юстиции Должны То есть на их уровне Понятно, что это Только создание программ Программ нормативных актов Изучение практики И совершенствования На местном уровне Органы местно-поличного управления Второго уровня Деконцентрированные службы То есть Управление социальной У нас есть это Управление главное Здравоохранение Социальной защиты Семьи Управление образованием Отдельно Молодежи спорта Отдельно Территориальные подразделения полиции И органы Первого уровня То есть примар Согласно закону О местном поличном управлении Вы его хорошо знаете Примар на сегодняшний день Должен быть первым Не вы А примар Который должен знать Все и везде Что происходит В той или иной семье Буквально Вот если мы с вами говорили Прошую пятницу О том, что Неизвестно было Что с бессарабским Примаром Я напомню, что Несколько лет назад Примар в Бессарабке Был привлечен К уголовной ответственности За Халатное отношение Именно По насилию в семье На этой неделе Было объявлено Что суд Все-таки назначен Если не ошибаюсь Фенчештов Судебная инстанция Будет рассматривать Наконец-то Это дело Сотрудники полиции Камрата Узнали много Важных аспектов Касающихся прав И защиты Свобод женщин Судили некоторые моменты Стамбульской конвенции И отметили Что в будущем Они смогут Эффективнее Внедрять ее положение Противостоять Дезинформации О ней А восприятие Данной конвенции У них улучшилось На самом деле Подкрепление Теории Законодательства Национального И международного Это очень важно Потому что Мы занимаемся У нас есть свои лекции Есть сотрудники Которые проводят Лекции предупредительного характера Есть сотрудники Которые делают Совсем иную работу И которым Я думаю Что было очень полезно Сегодня узнать Изменения В законе Какие были И какие будут И это очень Как бы полезно Для нас Во-первых Все зависит от того Какая жертва Нужно сначала Ознакомиться с ней Знать особенности ее Знать Какие причины Были Осуществления Допустим Агрессором Тех или иных действий Какие причины Какое конкретно Было насилие Применено И после этого Уже можно говорить О том Какая жертва И как с ней работать Жертву Мы направляем В наш региональный центр По защите жертв Насилия В семье Который расположен У нас на территории Гагаузи По итогам семинара Участники Высоко оценили Неформальную обстановку Мероприятия Получили новую Полезную информацию Они поблагодарили Организаторов И доноров Отметив Большую практическую Значимость Данного семинара Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok